О поднебесных зубьях Никита может рассказать больше, чем экскурсовод. Два года назад он ходил в поход туда, а сегодня узнал, что природный объект – одно из чудес Кузбасса. Однако это нисколько не удивило юного туриста. По его мнению, памятник заслуженно победил в народном голосовании. Там красиво, очень сильно сверху, когда смотришь. Самое интересное – это когда идешь в гору, долго и сильно долго, и уже устаешь идти. Когда встаешь, там все видно тебе сверху. И снег, все вот это. Кроме поднебесных зубьев, на этой выставке есть еще шесть уменьшенных памятников природы и искусства. Томская писаница, Кузнецкая крепость, Азовская пещера, Золотая шория, Моринск – исторический и монумент память шахтерам Кузбасса. Организаторы выставки надеются, что этот проект обязательно воплотится в жизнь. Так, например, на Украине уже есть парк под открытым небом. Киев в миниатюре. Это, в принципе, практика европейского уровня и общемирового образца, когда вот в одном месте собирают все уникальные архитектурные памятники, культурные, природные, природные наследия. Поэтому это, конечно, очень интересно. Мы надеемся, что это воплотится в жизнь. Монумент памяти шахтеров Кузбасса был задуман в 1969 году. Однако воплотить эту идею в жизнь смог только Эрнст, неизвестный в начале 21 века. Сейчас уменьшенную копию можно увидеть в Краеведческом музее. Всего она 4 сантиметра. Чтобы измерить памятник в натуральную величину, одной линейки недостаточно. Тут пригодится рулетка. Хотя нет, одна я не справлюсь. Да и информацию о высоте монумента можно узнать из справочной литературы. А если вам мало энциклопедических справочников и вы хотите увидеть 7 чудес света вживую, то приходите в Краеведческий музей города Кемерово. Выставка будет работать до середины декабря. Евгения Дугаева, Константин Червяков. Новости моего города.